Привет, друзья! Меня зовут Юрий Моша, я живу в Америке, в Нью-Йорке и делаю видео о том, как живут русские в США. Кто следит за моим каналом и за каналами других блогеров, наверное, уже увидели, что у нас тут разгорелись споры с одним из блогеров. Зовут его Михаил Портнов. Вот, меня, правда, вчера упрекнули, что я оговорился с его фамилией. Ну, прошу извинить, бывает, заговариваешься, даже профессиональные ведущие делают иногда ошибки. И у него канал «Голос Силиконовой долины». И вот он мне там высказал несколько претензий. Ну, предыстория, как бы, почему мы начали общаться с Михаилом. Я здесь не буду углубляться туда. Хотя, конечно, я думаю, что если это детально разбирать, то явно будет мяч в стороне Михаила. Так вот, мы, как бы, ну, немножко с ним попереписывались. И он предложил, еще раз повторяю, он сам самостоятельно предложил. Предложил. Я его не склонял к этому. Ни какими-то хитрыми путями не заставлял это делать. Сам предложил, что он запишет видео, в котором люди выскажут какие-то претензии ко мне. Он действительно сделал это видео. Действительно, люди начали писать претензии. Из этих претензий я успел прочитать, по-моему, сто двадцать с чем-то комментариев. Вот, на вчерашний вечер. Я не нашел ни одной обоснованной претензии к моей деятельности. Кроме того, что люди меня оскорбляли и говорили, что я непорядочный человек. Но конкретный факт, что, вы знаете, я заплатил Юрию деньги, там, за помощь в получении грин-карты, допустим, да, или еще за что-то. Там, за помощь в поиске жилья. А он меня обманул, да, эти деньги забрал и ничего не сделал. У нас за все время, я, кстати, написал этот комментарий под видео, которое Михаил сейчас удалил, к сожалению, мы не можем его прочитать. Я написал о том, что за все время у нас было, ну, за два года вот той деятельности, которую я веду, у меня был одна, один человек, один клиент с претензией, письменной претензией по одному вопросу. И то там он как бы, я не считаю, что наша вина есть, хотя мы с ним до сих пор еще переписываемся, у нас идет такой диалог. То есть он дал данные, по которым мы там сделали и оказали ему услугу, и он говорит, что он дал не те данные. Несмотря на то, что у нас есть письмо в архиве, я вам показываю, вот написано черным по белому, написано такое слово. А он говорит, нет, я говорил, я имел ввиду другое слово. Ну и вот как бы из-за этого возник спор. То есть вот он думал, что мы умеем на расстоянии с Белоруссией читать мысли его и делать, как он думает, а не так он пишет. Ну и вот он сейчас рассказывает на претензии. Еще раз повторяю, одна единственная претензия. Если есть претензия, я всегда ее выслушиваю. Пожалуйста, вплоть до того, что видео, если вы настаиваете, можем видео сделать об этой претензии. Позвоните, запишем в скайпе и выложим эту претензию публично. Я могу привести не десятки, подчеркиваю, а сотни клиентов, которым я помог, которые имеют ко мне только благодарности. Я могу дать телефоны даже этих людей. И многим клиентам, которые уж совсем такие как бы настырные, которые особо не доверяют никому. Я избранно даю как бы, ну понятно, что не сто телефонов, но какое-то количество телефонов людей, которые разрешили мне это делать. И даю телефоны, и люди общаются с клиентами. Ну простой пример, что как можно, извиняюсь за плохое слово, быдлу, которая иногда просто пишет гадости мне там в комментариях, в скайп, там звонит мне на телефон, меня оскорбляет. Как можно быдлу доказать, что красное это красное, белое это белое, да. Если когда мы снимали, помню, видео с одним клиентом, так там это быдло начало писать, что это актеры, что я этих актеров купил. Вот, и эти актеры сделали это видео, и они в самом деле грин карту не получили через нас, а как бы специально вот мы пришли, сняли, и они работают у нас в офисе, и как бы вот эти видео снимают вместе со мной. Но при этом потом этот парень, который там в видео был, говорит, да я реальный человек, он написал, вот я, моя анкета ВКонтакте, вот мой телефон, если пожалуйста, позвоните. Я вам сейчас вот когда, хотите лично, персонально, я вам покажу документы, что как бы мне там одобрили политическое убежище. Но это один из примеров, таких видео с клиентами мы снимали очень много, и все пишут, что это все актеры, все подставные и так далее. Вот, ну окей, закончу сейчас, чтобы 15 минут уложиться, потому что я думаю, что это вот третье финальное видео, и мы к этой теме возвращаться не будем. По поводу дебатов, я конечно очень жалею, что Михаил отказался все-таки от дебатов, и тогда вот эти три блогера, когда там несколько месяцев назад, они тоже там обливали меня грязью, и пока уже там дело до суда не дошло, только тогда они замолчали, вот, они тоже от дебатов отказались, то есть они не хотят говорить, они хотят говорить прямо в глаза, они хотят только где-то вот гадить, через какие-то, обманывать людей, вот один из блогеров очень сильно обманывает людей, при этом как бы, вот я даже привел пример, там, ему, да, что, извини, как бы, ну ты приводишь примеры, то есть, например, по статистике политических убежищ, да, ну я как бы верю сайту Организации Соединенных Наций, а не твоему другу-адвокату, который что-то там говорит, вот, ну и вот, однако этот блогер не хочет со мной разговаривать, да, то ли он боится, то ли ему нечего сказать, почему, непонятно, а сейчас, я уверен, он почти посмотрит это видео, сделает сюжет, либо напишет, скажет, да что я буду с ним разговаривать, да кто он такой, да я такой, да у меня столько подписчиков, кто он такой, да я не стремлюсь за подписчиками, мне они не нужны, мне нужна та узкая целевая аудитория нормальных, вменяемых, грамотных людей, которые хотят, либо уехать, эмигрировать в Америку, либо приехать посмотреть Америку как туристы, вот, я рассказывал много раз, что мой блог несет коммерческий характер, что я зарабатываю деньги и я предприниматель по жизни, я работаю в бизнесе с 95-го года, я не скрываю, что я зарабатываю деньги на визах, я зарабатываю деньги на гринкартах, я зарабатываю деньги на недвижимости, я пытался зарабатывать деньги на автомобилях, Это нормально, это так устроен мир, что люди вынуждены работать, чтобы зарабатывать деньги. Ну, я опять же возвращаюсь к безвездному блогеру, который продает мотоциклы. Вы их бесплатно раздаете всем или зарабатываете? Так что ж вы лжете, да, что как бы вот у вас блог такой вот как бы не коммерческий, вы такой святой, да, а вот Моша такой коммерсант, который тут всех дурит и обманывает. Ну, это же ложь. Ни от кого, ни одного человека мы не обманули, никого не обманули. Никогда в жизни за всю мою деятельность, да, я никого не обманул. И как бы, ну, понятно, что у меня был бизнес в России, понятно, что у меня были какие-то враги. Это хозяйственная деятельность, это бывает, там, не знаю, у нас были, допустим, подрядчики в строительной компании, да, в холдинге была строительная компания. И вовремя там как бы мы проплатили там 60 кубов бетона. Мы им не оплатили в этот день, да, оплатили через там неделю, вот. Ну, да, вот в эту неделю они считали нас там плохими людьми, мы не смогли оплатить. Ну, я позвонил, сказал, послушай, Арсен, этого руководителя звали, Арсен, мы не можем тебе оплатить, у нас сейчас не поступили деньги. Мы оплатим тебе через неделю. Человек успокоился в итоге как бы и получил свои деньги. Но какое-то время бывают враги у кого-то, это бизнес, так устроен, ну, как бы, не бывает, ты не можешь быть всегда, всегда идеален, да. Но в итоге как бы надо просто, если ты что-то не можешь сделать, ты должен просто позвонить и сказать, у меня не получается, я сделаю тогда-то. Я, в всяком случае, придерживаюсь такому, что всегда можно, сейчас есть средства связи, интернет, напиши письмо, скажи. Если я что-то забыл, я говорю, да, забыл, прости, извини, да, ну, как бы, ну, обязательность это основа вообще. Для меня две самые важные вещи как бы в бизнесе, это преданность и обязательность, да, то есть это главное, это надо делать. Опять же, по поводу общения, да, ну, я всегда отвечаю всем в скайпе. Найдите еще кого-нибудь из блогеров, который всегда отвечает на любое сообщение, которое ему пришло, да. Вот я сейчас покажу, телефон у меня с собой. Секундочку. Смотрите, вот я захожу в скайп. Слушай, вот мой скайп, он всегда включен в нем, абсолютно, видите? Смотрите, режим в сети, всегда, мне можно всегда написать. Вот я только что ответил там на 40 сообщений, вот опять сообщения пришло новое. Вот сейчас отвечу. Ту информацию, которую я могу дать бесплатно, я даю всегда бесплатно. Я никогда не беру информацию, которая можно дать бесплатно. Например, вчера позвонила девушка с Канады и хочет переехать в Америку там на три месяца. Но я потратил на нее 10 минут, да, при этом как бы это был выходной день. Я рассказал ей о домах жилых, как работают брокеры, как платить рентам, какие нюансы есть по сублизингу и так далее. Ну, что я за это, взял деньги за эти 10 минут, я ее там сказал, ты знаешь, заплатите, заплати мне, я на тебя 10 минут потратил. Ну, это же ерунда, это же вранье. Вот, ну, что еще я хочу сказать. В принципе, если просто на самом деле даже вот честно, вот даже подсказку написал, чтобы не забыть, да, смотрю на него. Про дебаты рассказал, про комментарии, комментарии, а, еще один комментарий сейчас зачитаю. Ах, я его, что его зачитывать. Там, в принципе, я рассказал о том, что о бесплатности или не бесплатности. Но мне понравился, парень очень неплохо написал. Отвечаю всем, сказал, что отвечаю всем. Про отзывы клиента сказал, пожалуйста, одна претензия. Ну, еще раз подытожу, как бы, если хотелось бы все-таки еще раз обратиться к блогерам, если у вас есть претензии какие-то, если кто-то, что-то, может быть, какую-то интригу там пустил, да, потому что я уже рассказывал, что заходят под моим ником, допустим, берут мою фотографию из фейсбука, пишут там Юри Моша, там одну буковку там через литочку добавляют, меняют и пишут там гадят у различных блогеров. А потом блогеры думают, говорят, а вот Моша какой-то, а он провокацию создает. Я ничего никогда так не делаю, да, и на самом деле за последние, наверное, полгода, да, могу сказать, что за полгода, я первый раз вчера написал комментарии под каналом, и то под роликом Михаила. Ну, жалко, что Михаил удалил этот ролик, и вы комментарии мои почитать не можете. Вот, ну, я не могу повлиять на него и заставить его поставить назад. Я очень жалею, что у нас не было дебатов, и мы бы действительно поставили все точки над «и», вот, что делаем единое вообще дело, помогаем людям. Кто-то не берет за свои услуги деньги вообще, кто-то берет деньги, но это нормально. И не надо делать из этого скандалы, не надо друг друга оскорблять, не нужно создавать, как бы, создавать какие-то интриги. Вот, и самое главное, что я хочу сказать, что у каждого человека есть свое мнение, да, каждый человек смотрит тот блог, который ему нравится. Я, например, не смотрю блоги, где присутствует нецензурщина, да, допустим, есть такой блогер Александр Хвостович, тоже сейчас скажут, вот, официально опять создает скандал. Да ничего я не создаю, я рассказываю, что он, например, выкладывает видео с нецензурщиной, с матами, с оскорблением. Зачем это нужно? Я такие блоги, я такие, ну, такие видео не приемлю. Вот. Ну, кому-то он нравится, кто-то его смотрит, кто-то доволен, у него довольно много подписчиков. Вот, вот, все-таки зачитаю это сообщение, Алекс Юрченко, реальный человек, да, пишет, Юрий, полностью вас поддерживаю. Что касается... Сбилось, 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 сори. Что касается голоса Силиконовой долины, то я сам имею претензию к этому блогеру. Примерно полгода назад в комментариях к одному из репортажей об изучении американского языка, по моему мнению, абсолютно не информативного, не слишком многословно, высказал свое мнение, причем в нормальной, корректной форме. После этого мой комментарий не только был ударен, а вообще мне закрыли доступ к каналу этого блогера, жарь его, наверное, он, проживая в США, по-прежнему видит свою жизнь через зеркало, как в сказке «Голый король». Вот, Алекс Юрченко, вот, это реальный человек, не видно, но это реальный человек с моего фейсбука, вот, можете зайти посмотреть, у меня есть друзья. Он, ему не нравится, что его, допустим, забанили, да, вот, у каждого есть свое мнение, каждый должен смотреть то, что ему нравится, но ни в коем случае нельзя делать, нельзя оскорблять друг друга, нельзя говорить неправду, ложь, вот. Вот, и еще раз говорю, что мы должны, все блогеры американские, должны быть честными друг другу, если у вас есть какая-то претензия, позвоните, мои телефоны все известны, и скажите, Юрий, ты знаешь, ты не прав, вот тут-то, тут-то, а не пишите гадости в скайпе моим клиентам, которые мне потом это передадут. Я думаю, все, ну, как бы поняли, о чем я, о ком я говорю сейчас. Ну, в принципе, все, извиняюсь за суббурную речь, но, в принципе, уже накипело, как бы, думаю, что, надеюсь, что это видео будет последним по этой теме.